Если совсем кратко, в целом все хорошо. На производстве нет несчастных случаев и микротравм, аварий и инцидентов, пожаров и возгораний. Но стало больше травм в нерабочее время в быту. Таких эпизодов около 30. В основном это падение на лестницах и скользкой поверхности. По результатам расследований, проведенных в филиалах, основными причинами падения явилась неосторожность и невнимательность пострадавшего. Неосторожность и невнимательность пострадавшего чем может быть вызвана? Это рассеянностью, это отсутствием сосредоточенности, а также, возможно, переутомляемость у работников. С 2018 года явная тенденция к уменьшению несчастных случаев. Возможно, ключевые правила безопасности уже стали частью производственной культуры. Одно из них, на лестницах держитесь за перила и поручни, временно отменили по известной причине. Однако специалисты призывают в холодное время все-таки использовать здравый смысл и поручни. Так как мы сейчас носим все варежки и перчатки, есть необходимость держаться за них. Это позволит нам предотвратить ушибы, ссадины, ну и в потенциале какие-либо травмы. После аварии на одном из северных предприятий Ростехнадзор инспектировал крупные компании и в нашем регионе. По нам были проведены проверки базы УМТСК. Значит, выявлено было одно нарушение, но оно не критично и не находится в области эксплуатации объектов. До октября провели почти три тысячи поведенческих аудитов безопасности. Руководители подразделений сами определяли их количество и частоту. Каждый третий выявлял нарушения. Самые распространенные – негативная реакция работников на появление проверяющих, работа в неудобной позе и неправильное применение средств индивидуальной защиты или неполное их количество. ПАП проводят недавно и нормальная реакция на них. Вопрос времени. Учитывая частоту проведения поведенческих аудитов безопасности, люди постепенно привыкают. Как и раньше привыкали же к проведению проверок комиссиями общества, сейчас это происходит более полномерно, более спокойно. Так же, я думаю, и с наблюдениями будет в дальнейшем. Подрядчиков продолжают контролировать при строительстве и при эксплуатации объектов компании. Внеплановые целевые проверки, производственный контроль, задачи инженерно-технического центра и службы промышленной и пожарной безопасности. За 9 месяцев у подрядчиков 3 пожара автотехники, 3 в вагон-домиках и одно происшествие с краном. Везде без жертв и все эпизоды не на объектах «Газпромдобыча Ямбург». Аттестация по промышленной безопасности проходила через единый портал тестирования. При этом на эффективности контроля пандемия не отразилась. С марта месяца у нас все проверки переведены в дистанционный документарный режим. И только в сентябре, когда было некоторое послабление, нам удалось осуществить с выездом эти проверки. И сейчас осуществляются они документарно. В следующем году ожидается переход компании на ИСО 45001 – новый стандарт по безопасности труда и охране здоровья. Как готово к нему общество покажет аудит в конце ноября. «Газпромдобыча Ямбург» будет первым из газодобывающих дочерних предприятий, куда придут проверяющие. Есть возможность показать, как работники усвоили элементы культуры безопасности. Происходит изменение понимания людей и большую ответственность за свое собственное поведение они берут на себя. Большое совещание по итогам всего 2020 года пройдет в первом квартале 2021. Очень надеются, что оно состоится в привычном формате и в газовой столице. Константин Портных, Дмитрий Шолохов и весь Новый Уренгой.